Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Татьяна Блинкова. И вначале коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. За вчерашний день и за сегодняшнюю ночь у нас выпала осадка в 53,7 мм. Канск оказался не готов к обильным осадкам, которые не прекращаются уже вторые сутки. Такое впечатление, что идет у нас гражданская война или преволюция в городе. Напряжение среди населения не ослабевает. Сегодня инициативная группа посетила комиссию Гурсовета, чтобы поучаствовать в обсуждении темы тарифов. Без нашей помощи многие люди остались просто-попросту без телевидения. Цифра в дом. Каннские волонтеры активно помогают жителям города подключить телевизоры к цифровому телевещанию. Канск накрыл настоящий ливень. Дождь начался еще вчера днем. Лил практически без перерыва ночью и сегодня. Улицы оказались затопленными. Ситуация на дорогах осложнена. Не все машины могут преодолеть гигантские лужи. Люди с трудом добираются до работы и обратно по бордюрам. Десятки жалоб поступают от жителей верхних этажей о затоплении квартир. Ольга Ванеева подробнее о последствиях нептипичных погодных условий. Доброе утро, ребята! Рабочий день для нашей телекомпании сегодня начался с подвоза сотрудников. За последние 10 лет никто из работников не припомнил, чтобы нижние ступеньки крыльца скрывало водой. После того, как водитель всех высадил на берег, мы отправились посмотреть, что происходит на других улицах Каннска. Далеко ехать не пришлось. Прямо в центре, напротив Каннского краеведческого музея, образовалась огромная лужа. Прохожие не скрывали своего недовольства. Иду срочно пригласить администрацию прогуляться в Яблоневый сад. Грязь по колено, лужи выше колена, люди тонут, там пройти невозможно. К дорогам не подойти, переходов нет, это вообще кошмар какой-то. Это же безобразие. Ни Ливневский нет, ни водоотвода нет, ничего нет. Мы о людях вообще когда-нибудь будем думать или нет. В других районах ситуация не лучшая. Один из самых проблемных участков в Каннске – это проезд в северном микрорайоне. Вода скапливается там после каждого дождя из-за отсутствия ливневой канализации. В этот раз проблема гораздо масштабнее. Машины буквально плывут по воде. Но даже стараясь объехать по кромке дороги, все равно утопают в лужи. Соседние дворы тоже затоплены. Люди не могут выйти на работу. Как вам погодка? Очень замечательно. Вышли с дома и пытаюсь целый час такси дождаться, чтобы уехать. А под ногами? Ну, в итоге не могу. Даже от подъезда выбраться. А так сотрудники подрядных организаций, выполняющих капремонт, спасают крыши домов. С помощью ковшиков и пластиковых бутылок они собирают воду с укрывного материала, чтобы она не попала в квартиры верхних этажей. До ночи работали. Ну, закрывали везде, чтобы дыры где-то бежит. Утром какие-то нашли протечки или что-то? Да, конечно, были протечки. В одном месте закрывали, в другом месте начало отбежать. Ну, с людьми не общались? Что-то кого-то затопило? Ну, затопило потихоньку. То есть мы сейчас основные течи устраняем и будем смотреть. И, несмотря на все усилия работников строительной фирмы, люди все же пострадали от обильных осадков. На революции 35 намокшая штукатурка рухнула на пол. Я просыпаюсь в 4 утра, на мне прямо капает со всех сторон. Я стала в Адико будить. Я говорю, вставай у нас салопан там в стайке, принеси, смотри, что творится. Закрывали крышу сами? Сами, конечно. Такого затяжного и обильного дождя не припомнят и сами синоптики. Только за минувшую ночь выпала месячная норма осадков. Ливни накрыли весь восток края. За вчерашний день и за сегодняшнюю ночь у нас выпало осадков 53,7 мм. При норме месячной за июнь месяц 38 мм, то есть это очень большое количество осадков. Если учесть, что прогнозируются у нас осадки еще за завтрашний день и только к четвергу у нас начнется стихать дождь. И интенсивность, естественно, дается, начиная от слабого и до умеренных осадков. То есть еще достаточно выпадет осадков. На 8 сантиметров за ночь поднялась и вода в реке Канн. На утро ее уровень составил 149 сантиметров. В дальнейшем синоптики прогнозируют, что Канн станет намного полноводнее, так как интенсивные осадки идут и в верховьях реки. До критического уровня, скорее всего, не дойдет, успокаивают специалисты. Однако они ежечасно отслеживают текущую обстановку. Ольга Ванеева, Вячеслав Морозов, телекомпания «Каннск», 5 канал. Сегодня состоялась комиссия городского совета депутатов, на которой обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону. В заседании принимали участие депутаты, представители власти и, конечно, сами жители за рельсовой части города. Поговорить спокойно не получилось. Александр Рукасуев с подробностями. Первый с докладом выступил Петр Иванец, который рассказал, как город готовится к новому отопительному сезону. Что уже проделано и какая работа предстоит. Сейчас идет ремонт технологического оборудования. Горожанам еще предстоит претерпеть ряд трудностей, связанных с прикрытием дорог на улице 40 лет октября и Московская, а также отключение горячего водоснабжения у абонентов Каннской ТЭЦ. Программа подготовки к осенне-зимнему периоду 19-20-го года у нас распланирована. На сегодняшний день рассказал Петр Николаевич. Основное оборудование сделано порядка 60%. Ремонтировали 4 котла, машина. Сделаны гидролические испытания. И, соответственно, тепловой узел полностью отремонтирован. Мы стояли две недели для этих целей. И основные задвижки, все, которые были на тепломагистале, все отремонтированы. Осталось нам сделать один большой ремонт капитальный 4-го котла, замены пароперегревателя. Это у нас работа рассчитана на 90 дней. Начнется на самом 100 месяце и заканчивается в октябре месяце. К директору Каннской ТЭЦ у присутствующих вопросов не оказалось. Но вот к руководителю предприятия, обслуживающему изерельцевую часть города, их была масса. Слово взяли инициативные жители, которых заинтересовал пересмотр тарифной политики. Вы только говорите то, что вам говорят. И что вам, как лица, куши. Да не куши тут. Я каждый месяц, когда плачу за квартиру, вот вот что мне дуют. Ваши расчеты. Вы по профессии кто? Да какая вам разница, кто по профессии? Я плачу деньги. Я пенсионер, заработала деньги эти. А у них не пуляла, не порывала. В свою очередь, руководитель предприятия Гортепло отставит собственную точку зрения. Почему предприятию приходилось выставлять такие высокие платежи для населения за рельсовой части? Делаю такое впечатление, что идет у нас к гражданской войне или к революции в городе. Что вы пытаетесь добиться? Хорошо. Если завтра собственники предприятия, устав от нападок и всего этого прочего, решат закрыть предприятие, не затапливаться с 1 сентября. Уважаемые жители и депутаты, кто готов принять теплоснабжение большей части, за рельсовой части города на себя? Господин Владимиров готов? Нет. У него такая же частная структура, свои инвестиции, свое финансирование, свои дела. Давайте мы сейчас договоримся. Вот так как вы разговариваете с жителями, с вами так разговаривать не надо. Вас сюда пригласили отвечать на вопросы. Они вот просто-напросто доказывают свою правоту таким вот непонятным увитомом. Давайте вот все-таки нормально будем разговаривать. При этом Каннский межрайонный прокурор рассказал о том, что те средства, которые выделяются на поддержку предприятия, от государства не тратятся, а платежи для населения при этом растут. Все поднятые вопросы решено проработать к следующей комиссии, которая состоится через месяц. Александр Рокосуев, Александр Минеев, телекомпания «Каннск», 5 канал. На муниципальные власти возложили обязанность следить за ходом мусорной реформы. Проблемы, с которыми столкнулся региональный оператор на территориях, можно решить только сообща. К такому выводу пришли участники губернаторского совета. В этот же день в Каннской администрации состоялось заседание, на котором местные власти решили выработать алгоритм работы. Подробности в сюжете далее. Все равно мы сейчас идем. Это вот сегодня ветер видно не так. Когда ветер вообще, и даже туда коробки, и пакеты, и все. Любовь Морозова живет во втором северном микрорайоне. Контейнерная площадка находится прямо под ее окном. Женщина сетует. Зачастую баки пустые, а рядом горы отходов. Их раздувает ветром, и жителям самим приходится собирать все эти пакеты. И под окошко поставили, мы посадили саженцы. Там все это, мусор, видите? А как это ветер вообще, в некоторых раз невыносимо. Хоть сам убирайся. Скажите, что хотя бы возят? Ну, возят это. Ну, вот этот раз вывозили, а это некоторый раз по две недели не увозят. И такая картина не только в этом дворе. Проблемы с мусором повсеместны. Где-то жители сами заваливают площадки крупногабаритом. Где-то им в этом помогают владельцы соседних торговых точек. А где-то попросту мусорки не оборудованы. С начала реформы прошло уже полгода. Коммунальщики за это время успели проанализировать ситуацию. И считают, что большинство мест сбора отходов нужно для начала привести в порядок. Многие из них уже в состоянии в таком, что эксплуатация их затруднена. То есть нет основания, допустим, бетонного, которое должно быть. Допустим, сами контейнеры. Сам контейнер, в респонд, он изношен. Многие контейнера прогнившие. Многие просто разорванные, которые требуют ремонта и замены. Об устройствах контейнерных площадок пообещали заняться местной властью. Из федерального бюджета на эти цели городу уже выделили крупную сумму. В настоящее время контракт на 6 миллионов рублей выставили на торги. На эти деньги планируется заменить бункеры на контейнерные площадки. Обновить уже существующие, которые сейчас находятся в неприглядном виде. И заменить сами контейнеры. Кроме этого, по мнению чиновников, без участия управляющих компаний на начальном этапе реформы не обойтись. Пока суть до дела, чтобы снять напряженность, администрация Каннска обратилась жилищникам за помощью. Для того, чтобы более-менее навести порядок, было обращение к управляющим компаниям, чтобы они в этот переходный период, который у нас еще длится, оказали содействие. И помогли региональному оператору зачищать после того, как контейнера загрузились, мусор опять в контейнерах, для того, чтобы после ухода мусоровоза контейнерная площадка у нас была в чистом виде. И нужно сказать, что многие из управляющих компаний, наблюдая непростую ситуацию, уже подключились к проблеме и помогают коммунальщикам содержать в чистоте контейнерные площадки. Во второй части выпуска расскажем о том, как идет процесс цифровизации телевидения в нашем городе и об уникальном ткацком станке, за которым работало несколько поколений женщин. Не переключайтесь. Возьму кредит и в отпуск. Одобряешь? Да. Знал, что поддержишь. Кредит до миллиона рублей под 9,9%. Восточный банк. Одобряем ваши желания. Это уже твое. И ждет тебя на складах Центра Сон города Канска. Профлист, металлочерепица, сайдинг, штакетник. Самые дерзкие новинки и расцветки, самые честные толщины по крайне выгодным ценам. Не пропусти сезон. Не пропусти сезон. Не пропусти сезон. Перебои с водоснабжением больше не проблема. Автоматическая стирка стала возможной. Сеть магазинов «Быттехника» предлагает многофункциональные стиральные машины горения с дополнительным резервуаром для воды по выгодной цене и кэшбэком 10%. Ждем вас. Улица Горького, 41. Слуховые аппараты. 27 июня. Каннск с 12 до 13.00. Городской дом культуры. Улица Ленина, 10. 8905-942-43-62. 30 июня. 15 команд. 4 часа. Более 20 заданий и только один победитель. Автоквест «Солнцеворот». Подробности и регистрация по телефону 2565 и в нашей группе ВКонтакте. Генеральный спонсор проекта – компания «Эмекс». Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск. Завтра, 26 июня, выходит в свет очередной номер газеты «Каннские ведомости». Помимо актуальной информации, на ее страницах вы найдете и программу пятого канала. В свежем номере газеты «Каннские ведомости» в Каннске с рабочим визитом побывал губернатор края Александр Ус. 22 июня на мемориале «Землянка» провели собрание и церемонию возложения венков к памятнику советскому солдату. Каннский политехнический колледж поучаствовал в общероссийском пилотном проекте. Впервые будущие специалисты сферы ЖКХ прошли независимую оценку квалификации знаний. В прошлый четверг КВ нагрянули в село Бражное, чтобы провести день подписчика для своих читателей. Колонка «Любови Цивун». Также вас ждет рубрика «В помощь тем, кто собирается установить ребенка». Погода, анонсы культурных событий, репертуар Каннского драмтеатра, сканворд, анекдоты и гороскоп. С 3 июня жители Каннска смотрят в своих телевизорах 20 общедоступных каналов в хорошем качестве. Однако еще есть люди, которые продолжают смотреть аналог. Все потому, что не все могут установить цифровую приставку самостоятельно. В этом им на помощь приходят волонтеры, которые настроят оборудование и объяснят, как им пользоваться. Подробности в сюжете далее. В начале июня стартовал новый этап развития телевидения в Красноярском крае и еще 35 регионах страны. Часть канцев также уже установили цифровые приставки на свои старые телевизоры или приобрели новые с встроенным приемником. Но не всем подвластны новые технологии. В такой ситуации оказалась пенсионерка Анастасия Гуськова. Все оборудование она приобрела, но живет женщина одна. Сама справиться с установкой приставки не смогла, да и внук не совладал с ее стареньким телевизором. Не могли мы сами. У меня никого нет, а внук попытался, он не смог. Пусть, говорит, уже придут и подключают. Они специалисты. Установить приставку пенсионерки все-таки помогли. Внук Анастасии Федоровны оставил заявку в соцзащите, а те в свою очередь передали ее волонтерским организациям. Сегодня студенты из технологического колледжа пришли к женщине и настроили телевизор на прием 20 цифровых каналов. Сами пожилые люди не способны что-либо настроить и чему-либо обучиться самостоятельно. Поэтому и у многих людей, к сожалению, нет родственников более молодого возраста. Поэтому наша помощь, она требуется действительно многому кому. Необходимо. Да, необходимо непосредственно. И без нашей помощи многие бы люди остались просто-попросту без телевидения. Кроме того, нам рассказали в Управлении социальной защиты населения, что некоторые категории граждан могут получить адресную материальную помощь. Дают ее тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации в связи с приобретением цифрового оборудования. С июня 2019 года Управлению социальной защиты была оказана помощь по понесенным затратам на приобретение оборудования для приема цифрового телевизионного вещания 30 семьям на сумму 42 тысячи рублей. С начала года получили более 170 семей помощь данную. В сумме 250 тысяч рублей уже оказано. Напомним, задать вопросы о подключении к цифровому телевещанию можно по телефону 8 800 364 40. Канск вошел в пятерку лидеров по количеству обращений на региональную горячую линию. Ежедневно туда поступает около 300 звонков. Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. В селе Малобелое Енисейского района живет уникальная мастерица, которая ткет домашние дорожки на старинном станке. Чтобы сделать одну дорожку, у нее уходит несколько дней. В особенностях этого традиционного женского ремесла и в названиях старинных деталей пытался разобраться наш коллега из Енисейска Андрей Давыдов. Эта песня и сам ткацкий станок достались сестрам Клавдии и Екатерине от их матери, а той – от прабабушки. Сейчас уже трудно посчитать, сколько поколений женщин в этой семье терпеливо склонялись к натянутым нитям, напевая этот нехитрый мотив. Раньше на этом станке ткали льняные полотна. Сейчас таких нитей уже не найти, поэтому бабушка Клава ткет на нем домашние дорожки. Главная мастерица здесь, конечно, Клавдия. Екатерина еще перенимает это искусство у старшей сестры. Она говорит, что вещи, сотканные на станке, получаются живыми и добрыми. Знаете, как что-то такое сокровенное. Вот у меня есть дорожки, такие мама мне соткала еще 30 лет назад. Я их сейчас только на Пасху уже делю. И потом я могу передать своим детям. Они будут говорить, что-то моя бабушка делала. Это называется притужальник. Это вот, который натягивает всю эту нитку, чтобы туго шли. Притужальник, пришла, набивки, бердо, ценки, навойка – все это название различных деталей, необходимых для работы станка. Что именно и для чего здесь предназначено, сразу разобраться трудно. Но я, вдохновленный примером сестер, тоже решил испытать свои силы. Ох, не мужское это дело – заниматься ткачеством. Но я все-таки решил попробовать и освоить это непростое женское мастерство. Пока я путаюсь не только в нитках, но и в названиях различных устройств этого станка. Но ничего, со временем, я думаю, все получится. За день можно соткать от трех до пяти метров дорожки. Но если полотно со сложным узором, получается, конечно, меньше. Спрос на такие изделия ручной работы постоянно растет. Клавдии поступают заказы даже из Красноярска. Поэтому мастерица искренне надеется, что древнее ремесло не будет забыто. И когда-нибудь ее внучки тоже сядут за прабабушкин станок. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Енисей. Новости. На этом все. А я напоминаю, что новости пятого канала вы также можете смотреть и в сети телекоммуникационной компании «Орион Телеком» на 11, 19 и 26 кнопках. Не отказывайте себе в новостях нашего города. С вами была Татьяна Блинкова. Всего доброго. До свидания. Ремкомплекты, садовый инвентарь и хостовары, малярные товары, сантехнику, крепеж. Решение нашлось. Дело пойдет. Преимущество бобра – низкая цена. Ура, бобру! Ура, бобру! Ура, бобру! У бобра одна забота, чтобы спорилась ваша работа. Перебои с водоснабжением больше не проблема. Автоматическая стирка стала возможной. Сеть магазинов «Быттехника» предлагает многофункциональные стиральные машины горения. С дополнительным резервуаром для воды, по выгодной цене и кэшбэком 10%. Ждем вас. Улица Горького, 41. Цирк «Орликин» с программой «Кураж». Спеши в Канз. С 6 по 14 июля. Большой столичный цирк «Шабито Орликин». Купол цирка расположен возле магазина «Старт». Предмостная площадь. Акобаты и жонглеры, эфилибристы и воздушные гимнасты. Большая группа твистированных животных. Куры и бедухи, кошки и собаки, обезьяны и лисы, медведи на качелях под куполом цирка. Все представления – веселые клоуны. Внимание, акция. Сделай покупку в супермаркетах города и получи второй бесплатный билет в цирк. Справки по телефону. МТС 251 70 51. Категория 0+. Самые известные в фестивале страны приезжают в Канск-30. 30 июня. В 15.00 фестивальный день откроет сказочный фестиваль мыльных пузырей. Вслед за ним в 17.00 всероссийский фестиваль «Красок» раскрасит гостей в яркие цвета. Вечером в 21.00 начнется фестиваль волшебных шаров, и город в один миг засияет разноцветными огоньками. 30 июня. Площадка в районе Красного Огородника. Улица Красный Огородник. 1 дробь 1. Возрастное ограничение 0+. Редактор субтитров А.Семкин